В Чувашии, как и по всей стране, готовят волонтеров, которые в условиях пандемии будут помогать одиноким пожилым. Люди старше 65 лет относятся к главной группе риска. Им рекомендовано как можно реже выходить из дома. Задача волонтеров – помогать с покупкой и доставкой продуктов и лекарств. Ольга Пырочкина подробнее. Перед тем, как попасть в эту команду, вы все зарегистрировались на сайте добро.ру. Всем большое спасибо, большое спасибо, что откликнулись. В региональном волонтерском штабе всероссийского проекта «Мы вместе» готовят тех, кто в условиях пандемии коронавируса решил помогать одиноким пенсионерам и тем, кто находится в вынужденной самоизоляции. Основная задача волонтеров – покупка и доставка продуктов и лекарств. Добровольцев учат нюансам общения с пожилыми людьми и правилам взаимодействия в условиях эпидемии. Как защититься самим и не заразить подопечных. Если антисептик, то делаем, если пшиками, то 6-8 пшиков. Все микробы скапливаются у нас вот здесь. Важно очень жестко вот здесь пройтись не менее трех раз. Соответственно, то же самое повторяем на другой руке. Отдельная тема – опознавательные знаки волонтеров, по которым жители должны отличить их от возможных мошенников. Мы все будем носить с собой бейджи. Если они хотят проверить, могут позвонить по номеру телефона на бейджи, им назовут фамилию волонтера, который к ним придет. У нас также будут с собой паспорта, и тогда мы покажем паспорт, что это действительно мы. Заявки от тех, кому требуется помощь, принимают по горячей линии Общероссийского народного фронта. Телефон 8 800 234 11. Их также можно оставить на сайте мывместе2020.рф. После обработки данные будут направлять в региональные волонтерские штабы. Сейчас в Чувашии стать добровольными помощниками решили 42 человека. Большинство из них живет в столице республики. Сейчас мы как раз таки запускаем информационную кампанию с целью привлечь людей из муниципалитетов и привлечь профессиональных юристов и психологов с целью оказания дистанционной юридической и психологической помощи. Для тех, кто решил присоединиться к проекту, подробности на сайте мывместе2020.рф. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.